Всем привет! Мы сейчас в Нике, собираемся на шопинг, но перед этим хотела показать вам покупки одежды. Ко мне недавно пришел курьер и принес посылку, поэтому я решила вам сразу показать свои покупки. И первая вещь это платье-рубашка, которая сейчас на мне. Длинные рукава, можно будет носить с туфлями, с кедами. Вот я сейчас надела супер старыми носочками, вообще круто смотрится. И что еще хотела сказать? Размер S. Оно немного помятое, но из-за того, что у него такой принт, ничего не видно. Я сейчас, наверное, его надену и поедем мы с Нике в торговый центр. А сейчас покажу вам другие вещи. Пришли тоже классные, не все. Мне одна блузка не понравилась, вот сейчас вам ее и покажу. Вот про эту блузку я вам говорила. Она, в принципе, хорошая. Нике она понравилась, говорит, что ей такая блузка нравится. А мне она оказалась большой. И плюс еще вот здесь открытое плечо. Это с одной стороны красиво смотрится, но с другой нужно подбирать специальный бюстгальтер, что для меня проблема. Мне вообще тяжело подбирать белье. Бордовое. Там было разных цветов. Была такая зеленая, но я выбрала бордовую. И вот такую юбку. Здесь карманы, она лакированная. Вот она блестящая такая. И тоже она очень классная. А вот юбка мне понравилась. Юбка понравилась. Здесь пуговицы идут. Но они как клепки, на самом деле это пуговицы. Очень качественные. И юбку я буду носить обязательно. Только не с этой пустой. Это вот такой костюмчик, пижамка. Здесь идут шортики. Оказывается, они в горошек. Розовый горошек. Это футболочка. И здесь зайчики такие миленькие. Да, мне уже скоро 30 лет, но я все равно ношу такие вещи. Я такие вещи люблю. У меня размер это М. Следующая вещь это юбка прессированная. Вот так вот выглядит. Розового цвета. Ну ничего, мне нравится. Прикольно, да? Да. Ну не знаю, попробую. Буду сочетать и носить. Почему бы и нет. И последняя вещь, которую я хочу вам показать, это джинсовая куртка. Смотрите, она какая прикольная. С этой стороны она белая, с этой такая джинсовая. Как будто бы две разные куртки соединили. И причем здесь крайне обработанный, а здесь обработанный. Ну правда она не застегивается. Точнее застегивается, но мне будет немножко тесно в ней. Ну а так куртка вообще классная. Но я вообще никогда джинсовые куртки не застегиваю. Да? Да. Мне иногда редко бывает. Очень редко. С этими джинсами, с белой футболкой. Вот эта джинсовка вообще очень круто смотрится. Кстати, я заказывала эти вещи на сайте Шейн. И все ссылки, как всегда, вы найдете в описании к этому видео. Если вам что-то понравилось, то заглядывайте туда. Да? Ссылки все будут там внизу. Мы уже сидим в автобусе. Поедем, погуляем в торговом центре. Пошопимся, возможно, если что-нибудь найдем. Сегодня я надела линзы. Вообще давно их не надевала. Наверное, неделю или 10, если не больше. А сегодня чем-то подумала, почему бы не надеть линзы. Но обычно, когда я надеваю линзы, то я всегда чувствую стрелку. Потому что с линзами нужен соответствующий макияж. Иначе становится не лучше. И вот такие стрелочки у меня сегодня получились. Очень мне нравятся. Вообще, я обожаю рисовать стрелки. Тестим тени. Нашли очень классные. Смотрите, какие пигментированные, яркие. Вот эти оттенки. Новинка. Все оттенки просто супер. Ну что, наша охота началась. Первая сумочка выглядит вот так вот. Вот она как ведро. Да, как ведерко такое. Хотела сказать, колодец. Ну, такой, как будто деревенский какой-то стиль. Вместительная. И такая же, только посветлее. Вот еще Ништяковские сумки. Похожи на рыболовную сеть. Разных цветов. Вот эта прикольная золотистая. Золотистая, серебристая. Внизу тоже такие же. Ну, такие большие, объемные. Вот эти авоськи прикольные. Они по 20 тысяч. Вот эти по 30 тысяч. 30 долларов. Это клатч. Но здесь неудобство в том, что руки всегда будут заняты. Это чисто на вечер. На летний вечерок. Пойти. Да, так прикольный дизайн вообще такой, да? У нас такие были штуки, да? Поджопники. Да, да. Что-то вспоминаю. Я думаю, что-то такое с детства знакомое. Вот такие. Ага, есть вот коричнево-оранжевый. А так вот эти, ничего, на руку надевать. Тоже вот сеточка. Крючком вязаная. Все прикольные. Они все стоят от 20 долларов до 40 долларов. Вот 19 900 и 39 900. Вот это классная ведерко. Такое ведерко. Ну, я не хочу, который не закрывается. Да, это опасно. На пляж. А так вот эти мне нравятся. Ну, это так на повседневку прикольненькие. Да, вот это чемодан. Чемоданчик, форма такая. Я сначала думала, здесь есть этот, помния. Эй, у меня была такая была в детстве. Помнишь? Украшения, где я ходила. Что-то было такое знакомое. Тренды возвращаются. Еще один летний тренд в Корее. Это прозрачные сумки. Такие вот черные, белые. И здесь немножко вот так приоткрыто. А бывают полностью прозрачные. У меня такое было тоже, помнишь? Внутри это шоппер, а вот снаружи такой прозрачный пакет. Вот такая обувь также актуальна в этом сезоне. Бахрома. Такие юбки были. Да. Мечковина. Мечковина. Но это все-таки летние такие, легкие. Тоже вот прозрачка. Я позвонила Коле, и он приехал за нами. Мы очень устали почему-то. Хотя ходили не так много. Вот что сегодня я купила. Это чай ореховый. Это тыквенный. Это хорошо на перекус. Здесь всего по 6 пакетиков. Босоножки для Лерочки взяла. Размер 170. Ну, это как раз вот сейчас носить. На следующий год, конечно, не пойдет. Но я думаю, что они не доживут до следующего года. Обычно летняя обувь, она всегда на сезон идет. Себе я взяла карандаш для бровей от Innisfree. У меня мой закончился. И это оттенок 0,5. Так и браун. Темно-коричневый. Очень классный карандаш. Кто спрашивал, чем я оформляю брови. Вот таким карандашом. Ну, плюс еще помадкой, конечно, пользуюсь. Но могу также и только карандашом оформить. По дороге заехали в гипермаркет. Купим здесь булочки на завтрак. Что-то хотелось именно булочки. Ну что, как тебе, Карель? А-а-а, мне очень нравится. Пока я вообще абсолютно не жалею, такая легкость появилась. И, ну, это что-то новое для меня. И я думаю, что если у меня отрастет, допустим, я пойду еще подрежу. И сейчас я еще думаю снова о покраске. Раз уж волосы короткие, почему бы не покрасить? Ну, нет, только нет. Опять будешь обесцвечивать? Ну, посмотрим. Ну, в принципе, если волосы короткие, они... Быстро отрастут? Отрастут быстро. И... Ну, покраска не такая будет долгая, да? Потому что длина-то короткая. Да. Ну, может попробовать. Мне нравится, мне нравится. И, ну, укладывать стало легче. Хотя я никогда волосы не укладываю, они у меня просто прямые и все. Даже сегодня. А ты говоришь, вот, толстые не идут. Ты же толстые, тебе идет. Да, оказывается, толстым тоже корей идет. Я надеюсь, вы поняли, что это был сарказм. И я не считаю свою родную сестру. Ну, почему, если я жирная? А, да. Правда? Слушайте, мне кто-то звонит. Или мне кажется? Чё это такое? Там мне Коля звонил. Что это? Это... А, реклама. Это, да. Кстати, что ты эти хотела сказать? А, я хотела сказать, мне нравится вот жемчуг такой. Смотрите, у Ники заколка новая, да? У меня заколочка. У Ники Сергея вот жемчуга. Вот, я наделала на очки. Красивые такие. Это вот недавно купили. А у меня такие сердечки, вот. Такие прикольненькие. Первый раз я не увидела. Ой, кто это ходит? Ну, и раз такое дело, я вам сразу покажу, что мы хотим взять. Еще пока не расплатились. Но это уже мы точно возьмем. Курица вот такая. Сладко-горьком остром соусе. Здесь полтора килог. Булочки с кремом. Круассаны. И вот такие булочки на завтрак, сдобные. А также взяли воду питьевую. Оставили на меня тележку, а сами куда-то уж не. А тележка-то тяжелая. А я там маленькая. Как мне все это катить? Коля. Николай. Ники. А, вот вы где. Потихоньку я начинаю приходить в себя после Эверленда, потому что очень я устала в тот день, вот серьезно. Я даже проснулась, помню, и у меня все тело болело, как будто меня били, избивали, не знаю, мне было такое ощущение. А когда я ложилась засыпать, то у меня перед глазами вот эти всякие аттракционы, вот эти горки перед глазами, это все какие-то у меня видения были, галлюцинации. Слишком был насыщенный день тогда. Вот, Коля, пришел. Поехали. Да, поехали домой. Тебе не жарко в этой курсе, да? Жарко. Я, конечно, понимаю, что прохладно в эти дни, вот я тоже, ну, не вы... Не, вы не видели просто его взгляд. Ой, чуть меня не прищемило. Так что? Все. Испугалась, нет? Я-то сюда руку... Нет, я не усовывала, но его здесь вот рядом все это, и ты начал поднимать, и я вообще испугалась. Можно включить свет, пожалуйста? Спасибо. Давно бы так, да? Подъезжаем уже домой, и на этом я буду видео заканчивать. Ставьте лайк, если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, на канал Ники. Скоро уже Ники уезжает. Так что вот такие вот новости. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем удачи и всем пока-пока!